Не прошло и пять лет. Жители Неси теперь будут заниматься спортом в новом спортивном комплексе. Накануне в муниципальном образовании состоялась торжественная церемония открытия долгожданного фока. Преодолевать сотни километров, чтобы запастись бензином. Для жителей Неси эта проблема останется в прошлом. Уже этой осенью в муниципальном образовании планируют завершить строительство АЗС. Миллионы на модернизацию. Две частные медицинские организации региона получат из окружного бюджета максимальную субсидию, которую смогут потратить на современное оборудование. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нежалова. В Неси распахнул свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс, открытие которого местные жители ждали почти пять лет. Строительство объекта затянулось по ряду различных причин. Одна из главных – несогласованность между заказчиком администрации Заполярного района, муниципалитетом и подрядной компанией. Впрочем, все это в прошлом. Новый ФОК уже принимает первых посетителей. Работает сразу несколько секций. При этом для сельчан они абсолютно бесплатные. Какие теперь задачи ставят перед собой любители спорта и где в ближайшее время может появиться подобный комплекс? Расскажем в следующем материале. Настенные часы, запакованные в коробку, ноутбук и полиэтиленовые пакеты с вещами. Александру Коткину разобрать предстоит многое. Говорит, хлопоты приятные. Ведь открытия ФОКа он ждал с нетерпением. Молодой заведующий не понаслышке знает, каково это – жить в большом селе без хорошего спортивного комплекса. До его появления местные занимались в крохотном школьном зале. Принять всех желающих он, конечно, не мог. Проводить секции или турниры в таких условиях было крайне сложно. Сейчас все по-другому. Площадь ФОКа порядка 900 квадратных метров. Александр уже задумывается организовать здесь первые официальные соревнования. Ты занимаешься, тебе надо выплеснуть куда-то свои эмоции, тебе надо как-то разрядиться. Ты вроде как к чему-то готовишься и надо как-то реализовать, так сказать, себя. Огромная универсальная площадка с баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой и мини-футбольными воротами, укомплектованный тренажерами зал, уютные раздевалки и даже душевые комнаты. Таким условием позавидовали бы многие фанаты здорового образа жизни. Первые бесплатные секции заработали еще в середине июля, а желающих оказалось немало. Так как у нас общая масса не так, чтобы широко занимается, а есть какие-то любители спорта. Это в основном игровые виды. Дети, были дети, потом позрослели, они как игровыми видами спорта в школе заинтересовались, так и дальше. То есть это баскетбол, волейбол. Раньше мы играли на улице большой футбол, сейчас на мини-футбол перешли, потому что, ну, зал. Есть все-таки площадка более качественная. Мини-футбол внести вообще на отдельном счету. Игрой номер один в мире здесь болеет едва ли не каждый школьник. Кто такие Иньеста, Санчес или Дебрюйне, объяснять ребятам не приходится. Не так давно на универсальном поле под открытым небом местные власти постелили искусственный газон. Теперь здесь играют с утра и до позднего вечера. Юные футболисты не скрывают свои радости. Летом и осенью гонять мяч можно на улице, а вот зимой и весной в новом спортивном комплексе. Иногда в свободное время просто ничего дома сидишь, а тут пойдешь в фок, либо в качалку, либо тут же футбол, баскетбол, волейбол. Завершить возведение фока в НИСИ подрядная кампания должна была еще в 12-м году. Но случилось то, к чему в регионе уже привыкли. Строители каждый раз обещали устранить недоделки, однако по факту этого не происходило. Но важно другое. Важно, что в населенном пункте появился объект спортивной инфраструктуры. Появилось место, где ребята могут, понятно, летом это замечательная коробка на улице, а зимой, в межсезонье играть в замечательном зале, который большой, который позволяет играть и в мини-футбол, и в баскетбол, и в волейбол. Не только дети, но и также средний возраст, и наши пенсионеры. Там стоят замечательные тренажеры, есть зал, теннисный зал. Поэтому есть возможность потратить свою физическую энергию, есть возможность приобщиться к здоровому образу жизни. Подобный спортивный комплекс в регионе их возводят по типовому проекту. В ближайшее время могут открыть и в Андерме. Там ситуация аналогичная. Попался недобросовестный подрядчик. В Неси тем временем не могут нарадоваться, ведь теперь у местных жителей есть прекрасная возможность проводить вечера не дома, сидя за телевизором, а в постоянном движении. Местные шутят, Фокселе теперь есть, осталось вырастить хороших спортсменов. Вообще, задача на ближайшее будущее – подготовить команду, которая сможет достойно выступить на Спартакиаде в Коткино. Она состоится весной следующего года, поэтому времени еще предостаточно. Олег Хатанзийский, Александр Дуркин, телеканал «Север», село Неси. Жителям Неси больше не придется ездить за топливом в соседнюю область. Уже этой осенью на территории муниципального образования планируется запустить в эксплуатацию автозаправочную станцию контейнерного типа. Проектированием автозаправки и ее строительством занимает сообщество с ограниченной ответственностью «Интранстек» из Архангельска. По словам представителя компании, к работам застройщик приступил два года назад. Тогда началась подготовка документации и межевания территории. Свои коррективы в работу внесла погода и отдаленность муниципального образования. Завершить работу на объекте планируется в сентябре-октябре. Нам только сейчас планировать территорию, все подготовить и, соответственно, завести имущество. Это будут бетонные плиты и остальное, вся конструкция будет составляться из контейнеров. В которых находятся емкости по 25 кубов. И плюс еще отдельно будут хранения, еще будут 50 кубов. Потому что отдаленная местность нужно, соответственно, завозить больше и больше. Автозаправочная станция контейнерного типа сможет обеспечивать местных жителей бензином марки АИ-92, АИ-95 и дистопливом, в том числе и в период сезонной распутицы. Как отметил представитель компании «Интранстек», с появлением АЗС, населению НИСИ не придется запасаться топливом впрок, ведь хранить бензин в гаражах небезопасно. Две частные медицинские организации региона получат по миллиону из окружного бюджета на современное оборудование. Это самые крупные субсидии на модернизацию, которые когда-либо получали предприниматели из окружной казны в рамках конкурсного отбора. В текущем году по инициативе главы региона Игоря Кошина максимальная сумма этого вида господдержки увеличена с 300 тысяч до 1 миллиона рублей. По итогам минувшего конкурсного отбора по предоставлению предпринимателям субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, определено 6 победителей. По миллиону получат медицинские центры, открывшиеся в Наринмаре в конце прошлого года, и медицинская организация по оказанию услуг в области травматологии и хирургии, которая начнет работу в сентябре 2017-го. Собственные затраты медцентров на покупку современного оборудования составляют 2,5 миллиона и 1,9 миллиона рублей соответственно. Сумма субсидий для каждого определена, исходя из того, что она компенсирует 60% затрат и не превышает максимально установленный размер 1 миллион рублей. Добавлю, что 60% затрат на оборудование компенсируют еще четырем победителям конкурса – студии английского языка, швейной мастерской, потребительскому обществу по производству хлеба и индивидуальному предпринимателю, оказывающему услуги в сфере зубопротезирования. В ближайшее время предпринимателям будет направлено предложение о заключении соглашения по предоставлению субсидий. Следующий конкурсный отбор по предоставлению субсидий на компенсацию затрат, связанных с модернизацией оборудования, запланирован на осень. В рамках его планируется распределить еще порядка 2,5 миллионов рублей. В магазинах Архангельской и Кировской областей появится наринмарская колбаса. Акционерное общество «Мясопродукты» выходит на соседние рынки сбыта. Об этом на расширенном совещании при губернаторе рассказал агент-директор предприятия. Жители округа, получающие доплату к пенсии из окружного бюджета, должны пройти перерегистрацию. Для подтверждения права на эти выплаты пенсионерам необходимо обратиться в МФЦ или отделение соцзащиты населения в срок до 30 сентября. Местная продукция пользуется спросом. Акционерное общество «Мясопродукты» выходит на соседние рынки сбыта. Руководство предприятия заключило договоры на поставку консервов, мясных и колбасных изделий в крупные торговые сети Архангельской и Кировской областей. Об этом сообщила генеральный директор Тамара Критская на еженедельном совещании при губернаторе округа. Первый крупный договор «Мясопродукты» заключили с торговой сетью продуктовых магазинов «Гарант 21 век». Компания имеет 70 магазинов по всей Архангельской области, рассказала Тамара Критская. «Отправили уже первую партию консервов в ассортименте. Сейчас готовим полтонны колбасы в ассортименте. Также с Кировым заключили договор сеть магазинов «Глобус». Там 120 магазинов по Кировской области. Тоже будем поставлять нашу продукцию». Кроме выхода на соседние рынки сбыта, предприятия уже строят планы на предстоящую убойную кампанию. В СПК региона направлены предложения о закупке сырья. У зельхозпредприятий в минувшем году было закуплено свыше тысячи тонн мяса северных оленей. Выручка оленеводческих хозяйств составила порядка 140 миллионов рублей. В ходе оперативного совещания глава региона Игорь Кошин поручил начать планомерную замену уличного освещения в столице региона и поселке Искателей. Особенно это касается дворовых территорий, подчеркнул губернатор. По словам исполняющего обязанности главы города Дмитрия Анохина, проработка данного вопроса уже идет. Какая помощь от округа нужна, Алексей Анатольевич, скажите максимальную помощь. Причем посмотрите, чтобы там не делили, это городская, там это окружная, то есть совместно, чтобы весь город накрыть. Хорошо? И если будет такая необходимость, тогда подключите к этому вопросу еще и поселок Искателей. Хорошо? Потому что освещение это основное, особенно, я говорю, сейчас вот октябрь-ноябрь вообще будет сложно, когда еще снега не будет, это и безопасность и все остальное. Напомню, уличное освещение должно быть обеспечено в темное время суток, в период с 14 августа текущего года по 5 мая следующего года. По словам исполняющего обязанности главы города Дмитрия Анохина, чистый город уже начал подключение уличного освещения в Наринмаре. В первую очередь предприятия обеспечивают включение линий электропередач, освещающих автомобильные дороги и междворовые проезды, затем все остальные электролинии. Не оставили без внимания и ситуацию со свалкой вискателей. Глава региона поручил активизировать работу по тушению и полностью ликвидировать возгорание. По словам начальника главного управления МЧС России по Неницкому округу Виктора Ивкина, на утро вторника на месте пожара остались отдельные локальные очаги небольшой площади. Всего у нас было 850 квадратных метров горения. На настоящий момент горение составляет 60 метров. И тушение затруднено тем, что необходима тяжелая техника для разбора всех завалов и достаточной проливки этих мест. По словам Виктора Ивкина, работы по тушению и возгоранию идут ежедневно с 10 часов утра до 8 часов вечера. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Жители округа, получающие доплату к пенсии из окружного бюджета, должны подтвердить свое право на эти выплаты до 30 сентября. Речь идет о пенсионных 3100 и 2708. На сегодняшний день всего документы на перерегистрацию подали более 8500 человек, что составляет более 95% от числа всех пенсионеров округа, которые являлись получателями выплат ранее. Перерегистрация потребовалась в связи с изменением окружного законодательства. С 1 июля при предоставлении таких ежемесячных выплат пенсионерам округа стали учитывать индивидуальный доход заявителя. При этом для тех, кто подает документы на перерегистрацию после 1 июля и до 30 сентября, выплата будет временно приостановлена. Однако после перерегистрации ее вновь начислят с учетом пропущенных месяцев. Например, если принести документы на перерегистрацию в офис «Мои документы» в сентябре, положенные 3100 или 2708 рублей перечислят только в октябре, но сразу за три месяца – июль, август и сентябрь. Если все-таки гражданин не успеет подать документы вовремя, сделать это можно будет позже, но за упущенный период с июля по сентябрь выплата компенсирована не будет. Для перерегистрации необходимо обратиться в офис «Предоставление услуг «Мои документы» или отделение социальной защиты населения. При себе нужно иметь в пакет документов паспорт, пенсионное удостоверение и документы, подтверждающие доход. Неработающим пенсионерам достаточно будет показать трудовую книжку. Работающим принести справку 2НДФЛ за последние 12 месяцев. Окружную доплату по-прежнему получат все, чей ежемесячный доход меньше трехкратной величины прожиточного минимума в регионе. На сегодня это 62 тысячи 19 рублей. Особые условия предусмотрены для всех жителей округа старше 70 лет. Они наравне с тружениками тыла и детьми войны отнесены к категории нуждающихся в соцподдержке по умолчанию. Их перерегистрация происходит в автоматическом режиме. Перерегистрация не нужна и получателям окружной компенсационной ежемесячной выплаты в размере 3100 рублей на ребенка-инвалида, а также тем жителям НАУ, которые осуществляют уход за инвалидом первой группы или лицом старше 80 лет. Собственники многоквартирных домов могут сами выбирать, каким образом будет производиться расчет платы за коммунальные ресурсы на общие домовые нужды. Соответствующие изменения жилищного кодекса были одобрены Советом Федерации 25 июля и вступили в силу 10 августа. Подробнее об этом расскажем в материале выпуска. По новым правилам, если в многоквартирном доме есть счетчики, то платежи на общие домовые нужды должны считаться по ним. Но собственники квартир получают право провести собрание и выбрать другой способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общие домовые нужды из числа предлагаемых законом. При наличии общие домовые приборы учета они вправе принять решение, что будут оплачивать плату за ОДН, то есть общие домовые нужды, исходя из факта, указания приборов учета, а не по нормативу. Либо исходя из среднемесячной оплаты с последующей корректировкой. То есть какая-то некая средняя оплата будет считаться, а потом в конце года, допустим, она будет корректироваться управляющей компанией. Если жильцы многоквартирного дома собрание не провели, то платеж будет рассчитываться по нормативам, но опять же с последующей корректировкой. Она будет осуществляться в соответствии с порядком, который установит правительство России. В тех домах, где нет общедомовых приборов учета, будут применяться нормативы. При этом, если конструктивная особенность дома не позволяет, к примеру, взять воду для мытья полов на лестничной площадке, то и платить за это жильцам не придется. Раньше определялось наличие МСТ, по которым коммунальная услуга предоставляется, то теперь наличие технической возможности потребить этот ресурс. Сейчас собственники должны сами определиться. Если их устраивает механизм платить по нормативу, то можно не проводить собрание, ничего не делать, и, соответственно, потом будет корректировка. Либо они проявят инициативу, проведут собрание и будут платить по факту, то, что показывает прибор учета. В случае, если тарифы или нормативы, установленные уполномоченным органом, изменятся, управляющим компаниям не придется проводить собрание собственников для изменения данных расходов в платежках. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Напомню, наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...